Сейчас для того, чтобы распространить информацию среди населения, достаточно выложить пост в соцсети или отправить сообщения в групповой чат. За считанные часы информация станет достоянием общественности. Такой механизм помогает быстро собрать деньги, необходимые для лечения нуждающимся, рассказать людям о предстоящих мероприятиях или анонсировать важные события. Однако этот же способ используют для дезинформации население. Так, вслед за ложными сообщениями о вспышке холеры в Ставропольском крае, аналогичная информация стала распространяться и в Карачаево-Черкесии. Между тем, в Республиканском Роспотребнадзоре сообщают, что в регионе на данный момент нет опасности эпидемии холеры. Однако в профилактических целях, как и во все времена, лучше использовать для питья кипяченую либо бутилированную воду. Вспышки холеры в нашей республике нет однозначно. Кроме того, в нашей республике нет даже роста, подъема заболеваний острыми кишечными инфекциями. А холера – это заболевание, которое относится к группе острых кишечных инфекций. Вот по статистике заболеваемости. Я вот беру за март месяц и за неделю, истекшую неделю, конец марта, начало апреля. Вот смотрите, по неделям с начала марта в нашей республике в общей сумме было зарегистрировано первую неделю 15, вторую – 17, третью – 27, 31 и вот прошлую неделю – 18 случаев острых кишечных инфекций. Гипотетически эта опасность в принципе существует. Учитывая, что качество воды в нашей республике в водопроводных сетях нестабильное, не во всех населенных пунктах люди получают качественную питьевую воду, то мы всегда рекомендуем к этой воде относиться осторожно. То есть употреблять в пищу кипяченую воду, для ухода за детьми также эту воду кипятить.